Как возродить одну из крупнейших промышленных площадок Чуваши и сделать производство рентабельным? Чем может помочь правительство России? Об этом говорили на выездном совещании в концерне «Тракторные заводы». В нем принял участие и заместитель министра промышленности и торговли страны Александр Морозов. У тракторостроения Чуваши новые возможности. Руку помощи вновь предлагает российское правительство. На этот раз из большой номенклатуры выбрано одно направление – производство техники малой и средней мощности. Тем более попытки продвинуть его предпринимались уже не раз. Накопился определенный опыт. Мы сегодня рассматривали большое количество мер поддержки, которые существуют. И возможность применения этих мер поддержки в отношении продукции, которые производят концерны «Тракторные заводы». Надо сказать, что по всем вопросам мы нашли решение. Я думаю, что в ближайшее время количество мер поддержки как федеральных, так и региональных вырастет. Как подчеркнул заместитель министра, благодаря господдержке концерн сможет производить технику не только для местных аграриев. Речь идет о специальных инвестиционных контрактах по производству тракторов средней и малой мощности. Дивюсификация деятельности позволяет как производить законченные виды продукции, то есть машины и механизмы, так и отдельные агрегаты и компоненты. И тем самым позволяет совершенно по-разному и мобильно использовать производственные мощности, в том числе через кооперацию тех предприятий, которые расположены на территории Чувашской республики. В этой связи сегодня, конечно же, появилось очень много мыслей и идей, над которыми будем дальше работать и их претворять в жизни. Отдельно на совещании был затронут вопрос производства крупногабаритных тракторов и бульдозеров. Многие клиенты концерна сократили свои инвестиционные программы. 600 тысяч тракторов в ближайшие 5 лет – это потребность российского сельского хозяйства. То по промышленной технике там гораздо сложнее, потому что мы выпускаем бульдозеры для угольной промышленности и для других обрабатывающих отраслей, на которых сильно отразилось как коронавирус в целом, так и снижение цен на тот же уголь. Мы вместе ищем какие-то модели, привлекаем банковское финансирование. Напомним, на прошлой неделе об этом говорили на встрече с представителями промсвязь банка. Возможно, будет проработан механизм финансирования клиентов, желающих приобрести продукцию концерна. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.